Достичь технологического суверенитета возможно с помощью передовых инженерных школ. Вузы, в которых работают инженерные школы, призывают активнее включаться в решение задач реального сектора экономики. Об этом говорили участники совещания по реализации федерального проекта передовые инженерные школы. Большая команда экспертов, ректоров, ученых, политиков, депутатов во главе с министром науки и высшего образования России Валерием Фольковым посетили несколько площадок в Татарстане. Об этом и не только сегодня в нашей программе. Здравствуйте, таковы итоги недели. Также вы узнаете. Услаг в республике один из вузов ведущих в России. Выйти из зависимости от иностранных технологий. Какие еще задачи поставили перед участниками проекта по реализации передовых инженерных школ? Я ни дня не работаю вне университета. Спасение людей и природы в сенсорах. За какие исследования профессору КФУ присуждена премия научного совета Российской академии наук? Реализацию федерального проекта по развитию передовых инженерных школ обсуждали на этой неделе в Татарстане. Семинар совещания для ректоров российских вузов, руководителей и команд инженерных школ прошел в Набережных Челнах. Участники также посетили площадки в Альметьевске, Казани. В работе приняли участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков, Раис Татарстану Рустам Миниханов, ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин, российские политики, руководители индустриальных компаний, партнеров. В Набережных Челнах Валерий Фольков посетил научно-технический центр КАМАЗ. На базе центра ведется разработка новых моделей автомобилей, двигателей, спецтехники и их узлов, в том числе совместно с учеными КФУ. Валерий Фольков ознакомился с работой центра и оценил возможности новейших автомобилей КАМАЗ на специализированном полигоне. Также министру рассказали о сотрудничестве челнинского автогиганта с российскими вузами в области разработки перспективных образцов техники. Рустам Миниханов отметил значимость кооперации науки, высшего образования и индустриальных партнеров для развития регионов. По его словам, передовые инженерные школы являются одним из ключевых инструментов по достижению технологического суверенитета. Он напомнил, что республика выиграла право на создание трех таких школ. Площадкой для одной из них выступил КФУ. Передовая инженерная школа – это самый короткий путь, чтобы достичь каких-либо результатов с учетом сегодняшней изоляции наших предприятий от западных технологий. Валерий Фольков обратил внимание на то, что проект по созданию передовых инженерных школ, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, направлен на трансформацию системы инженерного образования в стране. В частности, на базе таких школ готовят кадры для существующей индустрии, а также тех, кому предстоит формировать и развивать саму индустрию. 30 вузам-участникам из 15 регионов страны для развития передовых инженерных школ на три года выделено 38 миллиардов рублей. Для достижения этой цели Миноборнауки России увеличивает количество бюджетных мест по инженерно-техническим специальностям в вузах. По словам Валерия Фолькова, в предстоящую приемную кампанию в этом году университетом страны распределят почти 600 тысяч бюджетных мест, из них 40% на инженерные науки. Динамика у нас, конечно, положительная. Во-первых, в этом году у нас процесс распределения бюджетных мест завершится окончательно 25 апреля, потому что он в два этапа. Мы еще в 2022 году распределили и сейчас проводим корректировку с учетом пожеланий работодателей и университетов. В самое ближайшее время, до 25 апреля, это завершится. Но я могу сказать, что уже сегодня понятно, что количество мест по области образования инженерное дело и технологии будет больше в 2023 году, чем в 2022. Федеральный проект «Передовые инженерные школы» разработан Миноборнауки России на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных правительством Российской Федерации. Это часть государственной программы научно-технологического развития Российской Федерации. Напомним, инженерная школа на базе Номерночелнинского института Ковкву в партнерстве с КАМАЗом разрабатывает проекты в сфере машиностроения. Школа «Киберавтотех» решает прикладные и стратегические задачи для автомобильной промышленности. Здесь три основных направления – интеллектуальный автомобиль, автомобили с низким нулевым углеродным следом, технологии интеллектуального производства. В целом о развитии вузов Татарстана речь шла уже в Казани в ходе визита Фалькова в университеты столицы республики. Также министр принял участие в Совете ректоров вузов Татарстана, заседание которого состоялось в КФУ. И здесь Валерий Фальков отметил вклад Казанского университета в развитии науки и высшего образования Российской Федерации. У Казанского федерального университета очень, это знаете, опорный элемент конструкции, я бы так сказал, поскольку он выполняет функцию лидера, во-первых, в системе высшего образования республики Татарстан, все-таки он у вуз флагман в республике, один из вузов, ведущих в России. И поэтому наряду с традиционными для любого университета задачами подготовка студентов, обучения, образования студентов, проведения исследований. У него, конечно, есть еще и такая интегрирующая функция, связанная с тем, чтобы помогать другим вузам не терять динамику и объединять их усилия в интересах каждого из этих вузов. Вот в этом смысле это особая уникальная функция. Сейчас мы в полную мощь над этим работаем. Также Рустам Миниханов встретился с Валерием Фальковым в Казанском кремле. Они обсудили вопросы развития системы высшего образования, сотрудничество по ряду проектов в научной сфере и другие темы. Премию научного совета Российской академии наук по аналитической химии присудили профессору КФУ Геннадию Евтюгину. Заведующего кафедрой аналитической химии отметили за успехи в развитии электрохимических сенсорных систем. Эти разработки применяют для определения широкого круга биологических соединений в медицине и экологии. О значимости награды говорит тот факт, что ранее этой премии был удостоен только один ученый Казанского федерального университета. И было это 15 лет назад. В этом году на премию нашего ученого выдвинули коллеги из научного совета. Сам КФУ не инициировал присуждение награды. Премия Геннадию Евтюгину будет вручена 26 сентября на сессии научного совета. На ней профессор расскажет о разработках, которые ведутся под его руководством в Казанском университете. Эльвина Минабуддинова встретилась с Геннадием Евтюгином и узнала, чем так увлекла когда-то юного школьника аналитическая химия. Обычное письмо по почте обернулось получением одной из самых весомых наград для ученого. Было абсолютно неожиданно. Так о своей премии говорит Геннадий Евтюгин. Сначала была рассылка по почте, ну просто о присуждении годовых премий. Премии присуждают обычно три. Ну, разослали, разослали. Это каждый год происходит. Я приезжаю, получаю это в бумажном виде и листаю. Вдруг обнаруживаю ходатайство. Я сидел рядом с председателем комиссии по преподаванию аналитической химии. Говорю, Татьяна Николаевна, что за шутки непонятные? Она говорит, здесь не шутят. То есть я узнал о том, что меня представили к этой премии за три минуты до голосования. Геннадий Евтюгин работает в ВУЗе с 87-го года. Но связь Казанского университета и ученого установились задолго до этих лет. Я пришел в Казанский университет восьмиклассником. Тогда в Казани проходила всесоюзная олимпиада по химии. Казань выставил свою команду. И по итогам республиканской олимпиады по химии я занял второе место. Меня привлекли, я занимался. И с тех пор я, наверное, так сюда постоянно и хожу. Уже в 10-м классе Геннадий Евтюгин начал работу на кафедре физической химии. А в 79-м году поступил в Казанский университет. Был именным стипендиатом, закончил аспирантуру. А в 90-х Геннадия Евтюгина пригласили работать тогда еще на новый экологический факультет. Предложили создать группу для работы в области биосенсоров. Этим направлением кафедра занимается до сих пор. И в 2004 году, после 14 лет работы на экологическом факультете, Геннадий Евтюгин перешел на кафедру аналитической химии. В 2004 году я перешел сюда. Мне не оформляли пропуск. Потому что говорили, куда вы торопитесь. Мы сейчас как раз переименовываем химический факультет в химический институт имени Бутлерова. Через 3 месяца всем выдадим и вам выдадим. Так что я сюда перешел как раз в новый химический институт. Хотя старый существовал во дворе университета долго-долго. Но это был, скажем так, научный институт. А сейчас у нас вот мы немножко предвосхитили эту реформу, структуру Казанского федерального университета. Сейчас институтами не удивишь. А тогда это был единственный институт среди факультетов. Пришел профессором, а уже через 4 года стал заведующим кафедры аналитической химии. Мы продолжили славные традиции химической школы Казанского, еще императорского университета. Тесно сотрудничаем со специалистами в области органической медицинской химии. Ну и пытаемся создавать конкурентоспособный продукт. Лаборатории кафедры занимаются исследованиями в нескольких направлениях. И все они успешно имеют гранты Российского научного фонда, выступления на больших конференциях, в том числе международных. Первое направление – определение лекарственных препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний. Второе направление – создание ДНК-сенсоров для определения так называемых ДНК-повреждающих факторов. Факторами могут быть опасные загрязнения окружающей среды, химические и физические факторы. Могут быть препараты для лечения онкологических заболеваний. Третье направление – синтетические полиэлектролитные комплексы. Это область супрамолекулярной химии. Кафедры работают над электрохимическими сенсорами для определения широкого круга биологических соединений. Сенсоры могут использоваться, например, в медицинской диагностике и экологии. В этом видят мостик к таким достаточно далеким целям, как биологический компьютер, как системы хранения информации на основе ДНК. Более близкая перспектива – это создание специализированных средств доставки лекарственных препаратов. Здесь мы просто используем наш инструмент – это электрохимия. Преподаватель, научный руководитель, начальник – столько профессий в лице одного человека. А для многих он является всем сразу. Прекрасный руководитель. То есть это, с одной стороны, достаточно строгий руководитель, который всегда очень конкретно формулирует, что он хочет от сотрудника, что в результате, каким научным и, скажем так, трудовым результатом мы должны прийти. А с другой стороны, это человек, который достаточно заботливый. Он знает обо всех, у кого какие проблемы, у кого какие дела, у кого какие заботы в семье, в коллективе. Без его чуткого руководства у нас бы ничего здесь не работало, поскольку буквально вся наша работа связана с его видением, его опытом. То есть он курирует абсолютно всю нашу деятельность. То есть да, он позволяет быть самостоятельным, он учит нас быть самостоятельными, обособленными учеными. Но без его мудрого совета мы бы далеко не продвинулись. По словам Геннадия Евсюгина, работа занимает практически все время. Но если свободное находится, ученый предпочитает провести его за чтением и особенно примечательно – на кухне заготовкой. В семье Геннадия Евсюгин не единственный химик. Жена Геннадия Артуровича работает не в университете, но является учителем химии в школе. Я познакомился со своей женой, когда она была в девятом классе. Она пришла в так называемый малый университет. И она занималась в комнате, где мы студенты курировали школьников. Но не в моей группе, у нас там были маленькие группы, там 3-4 человека, чтобы за ними можно было следить. И с ней занимался мой большой друг, однокурсник. Он мне потом долго пенял, что я ее увел. А потом она поступила сюда. Мы какое-то время встречались. Ну вот у нас уже через год 40 лет будет совместной жизни. У Геннадия Евсюгина двое взрослых детей и двое внуков. Сын и дочь оба окончили КФУ. Но, как ни странно, не пошли по стопам родители химиков. Стали биологами. Сын – директор междисциплинарного центра аналитической микроскопии. А дочь учится на кафедре биохимия в аспирантуре. И, конечно, фамилия папы дает известность. Когда она начала учиться, практически каждый преподаватель говорит, а Геннадий Артурович, это не ваш папа? И в конце группа уже хором «Е-е-е-е» и так далее. Слава Богу, что сейчас уже настал тот момент, когда, если ее и спрашивают, то по поводу старшего брата, а не меня. Геннадий Евсюгин в университете с 10 класса. И хотя поступали предложения уйти работать в другой институт, по словам ученого, в своем выборе он был уверен всегда. Я ни дня не работал вне университета. И вот я так с некоторым удивлением для себя сосчитал, что уже даже после возвращения с экологического факультета я 20 лет здесь отработал. Время идет незаметно. То есть я 14 лет отдал кафаку, и вот 20 лет отдал. Ну, в смысле, продолжаю отдавать. Это химическому институту. Это мой дом, это моя семья. Я знаю людей, люди знают меня. Моя жизнь – это моя работа. Так говорит Геннадий Евсюгин. Служению университету и науке – в этом он видит свой долг и призвание. Эльвина Минобудинова, Андрей Бугаудинов. КФУ «Итоги недели». Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. Быть в единой команде – это вот самое главное. Тогда можно решать все вопросы. Новый директор филиала КФУ в Набережных Челнах. Кто им встал и какие перед ним стоят задачи? Свой первый балет «Лебединое озеро» Петр Чайковский написал по заказу Большого театра. С 19 века он завоевывает души любителей классической музыки и балета. Русский кот. В чем секрет великого балета, прозвучавшего на весь мир? Лицеистка КФУ стала призером Всероссийской Олимпиады по астрономии. В финале приняли участие более 200 школьников из 45 регионов России. В сборную Татарстана, которая показала хороший результат, вошла и ученица 10 класса IT-лицея Алия Исляева. Олимпиада состояла из трех этапов. Это и задачи по современной астрономии, астрономических явлениях, процессах и работа с фотографиями из космоса и картами. Так, среди заданий – умение определять температуру неизвестной планеты и распознавать географию улицы по теням. В этом году олимпиадные задания были сложнее прошлогодних, но лицеистке удалось справиться с ними. Оказаться в числе лучших Алия Исляевой помогло отличное знание теории и опыт в решении задач. Сейчас школьница вместе со своим учителем, Сюмбике Гайнудиновой, готовится к учебно-тренировочным сборам, которые состоятся в конце июня и могут стать главным трамплином к Международной Олимпиаде по астрономии. О других интересных событиях из жизни университета и республики смотрите в дайджесте. Русский язык и литература как средство формирования российской идентичности и международной интеграции. Об этом говорили на неделе в КФУ в рамках Международного форума. Его участниками стали советник президента России Владимир Толстой, вице-премьер республики Лейла Фазлеева, депутат Госдумы Сергей Шаргунов и ректор КФУ Ленар Сафин. В рамках форума стало известно, что Татарстан может стать первым регионом, где появится ассоциация русского языка. Безусловно, Казанский университет был и остается всегда лидером. И мы это направление, безусловно, будем продвигать. Буквально, вот с Владимиром ученым, мы сейчас обсуждали, вообще создание ассоциации русского языка. То есть первый субъект, возможно, в котором появится такая ассоциация, это будет Татарстан. Это тоже очень важно для продвижения русского языка, как нашего национального богатства, как языка государственного. Поэтому, безусловно, это государственная задача, и Казанский федеральный университет должен быть, я думаю, и будет лидером в этом направлении. И в рамках форума было подписано соглашение между КФУ и Ассоциацией союзов писателей и издателей России. Стороны договорились о партнерстве в области образовательной, культурной и творческой деятельности. Планируется проведение совместных мероприятий, а также привлечение к проектам преподавателей и студентов. «Очень важное соглашение, потому что оно означает не просто большую дружбу, а еще и работу, которая вытекает из этой дружбы. Дело в том, что очень хочется, чтобы больше писателей приезжали в университет, чтобы вместе с университетом мы выпускали книги, книги татарстанских писателей, книги, переведенные на русский язык, книги двуязычные, чтобы вообще литература наша процветала и больше талантливых людей получали поддержку». В набережной Челнинском филиале КФУ новый директор. Им стал профессор, доктор технических наук Георгий Катиев. Коллективу института его представил ректор Ленар Сафин. Более 30 лет Георгий Катиев работал в МГТУ имени Баумана. Из них 20 лет заведовал кафедрой «Колесная машина». В 2019 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». «Основное – это быть в единой команде. Это вот самое главное. Тогда можно решать все вопросы. Руководитель в единой команде – это равный среди равных, которому коллектив оказал доверие, который с основной своей задачей видит – это здоровье коллектива». В музее истории Казанского университета подвели итоги традиционного конкурса «Знаете ли вы историю Альмаматор?». Победу одержала команда юридического факультета «АЛГА». Ребята отправятся на трехдневную экскурсию по музеям и университетам Санкт-Петербурга. Конкурс был создан для того, чтобы студенты университета лучше бы знали историю своей Альмаматор. Того учебного заведения, где они учились, и чтобы они гордились своими предшественниками, тех, на плечах которых, собственно, и стоит. Славная история Казанского университета. «Хочу перемен». «Хочешь перемен?» – получай их. Уверена организатора нового телешоу на федеральном канале. Посвящен он обновлению интерьера. И один из ведущих программ – магистрант Казанского федерального университета Умитхан Хуснеддинов. Сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый ожидаемый вопрос – как вы попали на телешоу канала ТНТ? Проект «Хочу перемен» – это мой второй проект на ТНТ. Первый раз я участвовал в «Битве дизайнеров». Тогда продюсеры заприметили меня и пригласили уже в качество ведущего во второй проект. «Хочу перемен» позиционируется как строительно-психологический проект. В нем, помимо вас, дизайнера, принимают участие ведущий и психолог. Для чего психолог? И как идет взаимодействие в проекте? Да, это шоу имеет приставку строительно-психологическое. И это очень важно, потому что подобный формат впервые появился на российском телевизионе, где мы занимаемся ремонтом и рассматриваем всю эту программу и наших героев с точки зрения психологии. Психолог пространства Ольга Агдаси разбирает мои дизайнерские решения с точки зрения психологии и влияния на наших героев. И, соответственно, в тандеме с ней мы создаем идеальное пространство, которое изменит жизнь героев. А в жизни какие еще факторы должен учитывать дизайн проектов, помимо психологических? До недавнего времени я в своей работе не учитывал психологический фактор при проектировании, а сейчас я этому только учусь как раз у Ольги. А вообще я, конечно, руководствуюсь прежде всего эргономикой, функциональной планировкой, бюджетом и пожеланиями заказчиков. Никогда не предлагаю каких-то решений, которые бы не подошли героям, не реализую свои амбиции за счет моих заказчиков. В программе вы не только готовите дизайн комнат, обсуждаете с психологом то, каким должно быть пространство, но и раскрываете для зрителей секреты планировки, колористики, качества материалов. Так с чего должен начаться ремонт? Вопрос очень сложный, я могу отвечать на него подробно и долго, но, наверное, главное и первостепенно это определиться с планировкой, потому что эргономика и планировка пространства останется с вами на долгие годы. А вы можете поменять мебель, перекрасить стены, перевесить шторы, но вот именно расположение мебели в вашем пространстве, расположение комнат, это останется очень надолго. Поэтому я советую уделить этому особое внимание. В дизайне, как и в моде, есть тенденции, которые быстро, так скажем, устаревают. Сегодня модно одно, завтра другое, но ремонт не платье, новое быстро не сделаешь, не купишь, да и затратно, если честно. Ваш совет, на что должны ориентироваться люди, которые затеевают ремонт на моду? Функционал или еще что-то? Ну, кроме планировки, то, что вы сказали. Очень хороший вопрос. Я размышлял насчет этого долго и подробно. На самом деле, сфера индустрии моды и индустрии дизайна интерьеров очень близкие, фактически, родственные сферы. И в дизайне интерьеров, так же, как и в моде, есть свои тренды. Сезонные тренды, проходящие тренды. Но есть то самое, что называется стиль, то, что остается на все времена. Поэтому я бы рекомендовал при проектировании частного жилья для самого себя, вот для наших телезрителей, все-таки руководствоваться не трендами, а стилем. Подбирать цветовые сочетания, сочетания фактур, материалов так, чтобы это не устаревало никогда. А тренды давайте мы оставим для общественных пространств, для кафе, ресторанов, каких-то шоурумов. Расскажите в себе, почему вы решили стать дизайнером? Я на самом деле желаю каждому человеку найти свое предназначение, найти свою искру. Я в седьмом классе, у нас начались занятия по черчению, и тогда я понял, что я зажегся. Я начал чертить, начал рисовать, и понял, что выбор профессии на самом деле большой. Закончил художественную школу, и выбирая профессию для себя, я выбрал то, что мне наиболее близко. Это оказалось дизайн интерьеров. А какое у вас образование, и как вообще попали в Казанский федеральный университет? Современная система образования позволила мне получить разностороннее образование. К примеру, вначале я закончил художественную школу, затем поступил в колледж дизайна на графический дизайн. Там я освоил все прикладные компьютерные программы. Для бакалавриата я выбрал направление архитектурного проектирования. Это очень сложная, всеобъемлющая профессия, которая помогает мне по сей день. Ну и вот для магистратуры уже я выбрал, осознанно выбрал веб-дизайн. А такое разностороннее образование помогает, не распыляет в профессиональном плане? Нет, абсолютно нет. Напротив, я считаю, что это некий эксперимент смешения кровей, когда у меня есть возможность набраться знаний с разных, но смежных сфер и, имея всю эту базу, сгенерировать что-то новое. А может ли стать дизайнером, вообще стать дизайнером, не имея образования? Художником же не станешь, если не умеешь рисовать. А вот быть дизайнером сейчас предлагают разные вообще курсы. Да, наболевший вопрос на самом деле со всеми этими курсами. Я считаю, что курсы полезны для общего развития. Возможно, он поможет зажечь ту самую искру, да, обнаружить свой талант. Но после этого убежден, что нужно глубокое погружение в материал, и здесь, конечно, обязательно нужно высшее образование. А должен ли человек обладать какими-то способностями? Какими вообще критериями и профессиональными качествами должен обладать дизайнер интерьеров? Как и в любой профессии, дизайнер интерьеров должен иметь огромное количество разных умений. Но главное еще, что я для себя недавно понял, то, что нужно иметь коммуникативные навыки. Да, нужно иметь коммуникативные навыки. Потому что нужно уметь общаться с заказчиками, убеждать, переубеждать, иногда поспорить, иногда поддержать. Нужно уметь общаться со строительными бригадами. Это бывает очень сложно. Я этому вот как раз таки и учусь. Но в целом, на самом деле, всему можно научиться. И даже вот если говорить о стиле, стиль бывает специфическим, но даже на самый специфический стиль найдутся свои заказчики. Ну, это, кстати, о диалоге со строителями. В программах на картине, в картинке мы видим две стороны, до ремонта и после. А вот что происходит между этими двумя стадиями? Какой труд вкладывается? Восемь серий первого сезона мы снимали почти два месяца. Получается, программа идет 20 минут, но снимается, конечно, многие часы. И в кадр не входит проектирование именно самого пространства, чертежи, подбор материалов, переподбор материалов, потому что часто чего-то нет в наличии, общение со спонсорами и так далее. Ну, в общем, это очень большой трудозатратный процесс. В программе вы работаете с известным ведущим Олегом Верещагиным. С психологом пространства, кстати, тоже очень интересная профессия Ольгой Агдаси. Как в жизни складываются отношения с ними и с другими членами группы, команды? С Ольгой Агдаси у нас сложились прекрасные отношения, дружеские, я бы сказал, потому что у нас две смежные профессии. Она профессионал в своей сфере, я профессионал в своей, и мы как раз-таки пытаемся перенять друг у друга какие-то фишки. С Олегом Верещагиным у нас отношения рабочие на съемочной площадке, ну, в принципе, этим все и заканчивается. Ну, картинки пока друг другу не переслать. Нет. Давно я хотел спросить, в сообществе дизайнеров, архитекторов есть ли некая конкуренция профессиональная, такая ревность, можно сказать так. Все-таки профессии не только творческие, но зачастую это связано с мерой таланта, способностей каждого человека. Я всегда ощущал соревновательный дух вот в архитектуре и в дизайне. На самом деле, может быть, это мое видение, честолюбие какое-то говорит во мне. Но, к примеру, в университете во время обхода наши работы выставляли от лучшей к худшей по рейтингу. И для меня это о многом говорит. Соответственно, да, есть конкуренция, ее можно сравнить с конкуренцией в балете. Но это все очень много энергии отнимает внутренней. И для себя я выработал то, что важно сравнивать себя с самим собой вчерашним. Если сегодня я выполнил работу лучше, чем вчера, значит, есть чем гордиться. Хороший рецепт, кстати. Это в любой профессии, мне кажется, достаточно успешный рецепт. А как дизайн интерьера пространства может повлиять вообще на жизнь обычного человека? Может, хватит просто функционала, порядка? Для чего нужна вот такая красота в квартире? Салават, мне кажется, вы знаете ответ на этот вопрос. Вопрос достаточно наивный. На самом деле, десятки тысяч лет назад наши предки начали украшать свои пещеры наскальной живописью, наносили орнаменты на сосуды, на орудия труда. И десятки тысяч лет назад появились первые ювелирные украшения. Я убежден, что всем нам нужна красота. Этого требует наша душа. И красота спасет мир. Какие еще проекты по дизайну вы ввели или, может быть, ведете? У меня много проектов, которыми я горжусь. Все они, все их я выполнял лучше, чем выполнял, опять-таки, сам же я до этого. Поэтому мне ни за что не стыдно. Выделить я могу среди особенных своих проектов. Это пятизвездочный отель-спа в селе Мингер в 100 километрах от Казани. Бутик детской одежды в комплексе Лучана. Также в Москве есть интересный проект исторической квартиры на Тверской улице. Вы уроженец Ташкента. Достаточно уже долго живете в Казани. Что, на ваш взгляд, подарили эти города вам как художнику-дизайнеру? Да, я прожил в Ташкенте до 18 лет в тепличных условиях, а как личность сформировался уже в Казани. На самом деле Ташкент и Казань очень похожие города. И даже языки узбекский и татарский очень похожи. Похожи они тем, что это многонациональные города, где гармонично сосуществуют разные конфессии. И я уверен, что вот эта среда воспитывает очень гармоничных, понимающих людей. Влияет ли то, где человек живет, на формирование его вкуса интересов? Либо все-таки это насмотренность какая-то, может быть, в интернете? Я думал над этим. И, конечно, когда люди живут во Флоренции, и каждый день, идя в школу, они видят перед собой шикарные шедевры архитектуры, это дает им какое-то преимущество. Они начинают с третьей ступени по лестнице познания искусства. Люди из городов социалистических, скажем так, они начинают с первой ступени. Но других ограничений нет. Сейчас абсолютно вся информация открыта. Есть интернет, книги, журналы, все что угодно. И возможно, что человеку, который с детства не видел Санта-Мария-дель-Фьорре, ему предстоят даже более великолепные открытия в его жизни. А о чем вы мечтаете? Я мечтаю постоянно, и очень много, но мечты свои воспринимаю как намерение. Если есть мечта, значит, нужно ее реализовывать. На данный момент я мечтаю о своем саде и даже присмотрел уже курсы ландшафтного дизайна в КФУ. Да, ну что в КФУ. Наш традиционный вопрос. Какие ваши планы на будущее? Уверен, Салават, вам уже отвечали на этот вопрос, что если хочешь размешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я могу сказать только о том, на что я могу повлиять. Я могу повлиять на завершение своей магистрской работы, чем я сейчас активно занимаюсь. И как раз таки планирую начать разбивать сад. Это касается моей мечты. Будем надеяться, что у вас все обязательно получится. Успехов вам, спасибо за то, что пришли. Спасибо вам. Сразу три знаковых события отмечают на этой неделе специалисты, связанные с IT и коммуникационными технологиями. Первое – день рождения мобильного телефона. Это произошло ровно полвека назад. 3 апреля 1973 года инженер компании Моторола Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. Свой первый звонок он сделал знакомому в конкурирующую компанию, уточнив сразу, что разговаривает по мобильному телефону. А уже 4 апреля отмечают Международный день интернета. Праздник, посвященный глобальной сети хранения данных и ее роли в жизни человека. Правда, в России день интернета отмечают в сентябре. Тем более, что для весны есть другая знаменательная дата – день рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен RU и внесен в Международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Сейчас домен .ru продолжает оставаться одним из крупнейших в мире. В нем зарегистрировано около 5 миллионов имен. А количество пользователей Рунета к 2020 году достигло 118 миллионов человек. И эта цифра постоянно растет. Не стоит забывать, что в России существует еще один домен. Это заветные для россиян две буквы – РФ. И сейчас уже никого не удивляет, что мобильный телефон стал проводником в жизнь интернета. Рунета. А ведь когда-то каждое из этих событий было особым миром, явлением из будущего. Что же в настоящем стало обсуждаемым, расскажет мой коллега со ведущей Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». В череде всех знаменательных дат для всемирного и российского интернета юбилея сотового телефона, так когда-то он назывался, фактического начала 30 лет назад не только технологического, но и медийного переворота жизни человечества, нельзя все-таки забывать, что минувшая неделя оказалась полна трагических событий. Вот о них придется сказать несколько слов, как бы грустно не было. Речь идет о варварском убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в Петербурге во время его творческой встречи со своими читателями. Уроженец донбасской Макеевки Максим Фомин, это настоящее имя татарского, хоть и начинал свой путь очень непросто. От шахтера до человека, не совсем ладившего с законом, он неизбежно встал перед выбором в 2014 году и фактически с нуля начал свою жизнь, до последнего дня посвятив ее борьбе за мир на родном Донбассе. Он вызывал острые эмоции у тех, кто его боготворил и тех, кто его ненавидел. Но, наверное, так и должно быть у настоящего журналиста. Его гибель обострила сразу несколько проблем, которые нас терзают и которые мы пока так и не можем решить. Первое. Терроризм – это недалекое и покинувшее нас зло. Он совсем рядом, глубоко, внутри страны. Террористические ячейки, закладки, долгие годы готовившиеся для подрывной деятельности против нашей страны, внутри самой страны, готовы в любой момент активизироваться и пойти на самые зверские преступления. Второе. Журналистика, настоящая журналистика, была, есть и будет одной из самых опасных профессий. И информационная война, потому и война, что на ней убивают так же жестоко, как и на горячей. Третье. Информационная политика в условиях этой самой информационной войны должна, наконец, быть сформулирована. Она должна иметь свой генштаб, свой центр принятия решений. Уже совсем не смешно, что страна так и не имеет своего подобия Совинформбюро и координационного центра, а в столь важной битве, как сражение за умы сограждан. Смысл, о которых так много говорят, так и остаются никому неизвестными и не сформулированными. Реакции на гибель татарского показали, что полный раздрай и хаос царят как в головах и на выходе в контенте, которые производят как ура патриотические медиасетки, так и откровенно работающие на недружественные государства. Но про вторые надо сказать, что хоть с трудом, но до них докатились некие методички, как себя вести и куда расставлять акценты. И в этом даже есть свои плюсы. Все тщательно скрывавшие свою работу на зарубежные службы медиа, работающие под всевозможными флагами НКО и еще черт знает чего, окончательно в порыве своей истерии на гибель татарского вскрылись, как те самые агенты чужеземного влияния. Чего только стоит издание с названием «Морской твари», начавшее писать про теракты в кавычках. Чего только стоит негодяи, еще вчера вещавшие с федеральных каналов как бы юмор и развлекаловку, которые в Берлине перед толпой беглецов глумились над гибелью еще не преданного земле человека. Это даже в простую человеческую этику никак не вписывается. Просто показное грехопадение, просто мерзость. Не очень внятно, далеко не скоординированно вели себя и коллеги в лагере провластных медиасеток. Одни соревновались в елеи по погибшему, другие рассуждали про самые яростные ответы, третьи окунулись в разборки между собой и силовыми структурами. Еще Иван Крылов в своей великой басне предупреждал, когда в товарищах согласия нет, на лат их дело не пойдет. Но откуда быть согласию, если никакого центра информационной координации нет? Если фактически каждый медийщик ощущает себя сегодня и лидером общественного мнения, и начальником генштаба информбитвы, и информационным смершим, и начальником Совинформбюро. Тут хоть медийное ЧВК создавая, чтобы какой-то центр планирования и ответственности появился. Уже достаточно опасно становится, когда по ту сторону битвы за общественное настроение работают порано или поздно, но доставляемым из зарубежных центров методичкам, а свои домороченные медийщики не могут консолидироваться и занять достойную позицию даже перед лицом страшной потери. Ну и четвертое, очень важное. Великий журналист Юлиус Фучик, погибший в гестаповских застенках перед лицом смерти в последних строчках своего репортажа с петлей на шее 80 лет назад призывал «Люди, будьте бдительны». Призыв, увы, как никогда актуален и сегодня. Он должен отныне стать самым главным в нашей повседневной жизни. Такие дела. Всего доброго. 146 лет назад произошло еще одно знаковое событие для россиян и всего мирового сообщества. Премьера балета «Лебединое озеро» показал его легендарный Большой театр, билетов который в то время могли купить только в высшие круги общества. Сначала постановка была холодно воспринята и зрителями и критиками. Музыку Чайковского называли слишком скучной и сложной для восприятия. Принимаясь за произведение даже отчасти из-за денег Чайковский не рассчитывал совершить открытие в жанре. Но уже позже признали что Чайковским было создано реформаторское произведение. Это первый психологический балет балет-драма. Сейчас «Лебединое озеро» в числе самых любимых балетов во всем мире. Это визитная карточка русского балета российского искусства. «Лебединое озеро» послужило толчком для создания шедевров и в других видах искусства. Именно этим балетом вдохновлялись создатели произведений в области кинематографии, авангардного театра, живописи. Амир Ахтямов узнал, какие раритеты отдела редких книг научной библиотеки Казанского университета хранят память о премьере легендарного балета. Свой первый балет «Лебединое озеро» Петр Чайковский написал по заказу Большого театра. С 19 века он завоевывает души любителей классической музыки и балета. Произведение Чайковского называют бриллиантом русской классики. Осваивать игру на музыкальных инструментах Чайковский начал с юного возраста. В пять лет Петр научился играть на фортепиано. Школьную программу Чайковский осваивал в домашних условиях. Два года Петр провел в пансионе, а затем получал юридическое образование. Музыка в жизни подростка присутствовала только на факультативных занятиях. После завершения учебы Чайковский служил в департаменте юстиции. В свободное время молодой человек ходил в театр. Особое восхищение Чайковского вызывали постановки опер Вольфганта Амадея Моцарта и Михаила Глинке. Вдохновляясь произведениями именитых композиторов Чайковский начал сочинять музыку, а затем стал студентом Петербургской консерватории. 4 марта 1877 года в Большом театре состоялась премьера балета «Лебединое озеро». В честь этого научная библиотека Николая Лобачевского подобрала нам раритетные материалы. Первое, что нам подобрали, это книга «Чайковский на сцене театра оперы и балета имени Кирова». Она была выпущена издательством Ленинградского государственного ордена Ленина Академического театра оперы и балета имени Кирова в 1941 году. Помимо этого нам предоставили путеводитель по русской музыке, который называется «Балета Чайковского». Он был выпущен в 1950 году в Москве. Балет «Лебединое озеро» вот уже более века пленяет сердца слушателей классической музыки. Он по праву считается эталоном высокого искусства, а многие танцоры с мировым именем гордились тем, что им выпала такая удача исполнить партию в этом спектакле. «Лебединое озеро» без доли преувеличения можно назвать «жемчужной русской классики». В основу балета легла сказка рыцарской эпохи. Это трепетная и прекрасная история любви, наполненная множеством препятствий и испытаний предостерегающих юных влюбленных. Нельзя не упомянуть и наш город. В Казани в честь композитора Петра Ильича Чайковского была названа первая музыкальная школа. Композитор не стало 25 октября 1893 года. Официальной причиной смерти медики назвали холеру. В то время Санкт-Петербург оказался во власть эпидемии из-за плохого качества воды. Вечером 20 октября вместе с братом и друзьями мастер посетил ресторан на Невском проспекте. По свидетельству некоторых очевидцев музыкант выпил сакан сырой воды, что и оказалось причиной заражения. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, КФУ, Итоги недели. «Я являюсь таким, каким меня создал Бог и каким сделали воспитание, обстоятельства, свойства того века и той страны, в коей я живу и действую», писал Петр Ильич Чайковский. «Любите дело, которым занимаетесь, место своего рождения, страну, в которой живете. Эти главные принципы, которых придерживался великий композитор и рождают, наверное, уникальные идеи творения. Любите жизнь во всех ее проявлениях. Всего доброго». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok